Всем привет! Решил приготовить капусту с картошкой, с луком, с яйцом, с морковкой. Для начала налил в сотейник сковородку воду, порезал капусту помельче, нашинковал. Немножко сейчас поварится она. В принципе, уже поварилась. И добавляю картошку с луком. Вот так. Теперь нужно помешать. И пусть все это дело тушится. Пока приготовлю яйцо и морковку. Тоже потру на крупной терке. Не, лучше на мелкой. Вот, пусть тушится. Так, потушилось. Добавляем морковку. Потертую. Перемешиваем. И тушим еще какое-то время. Кажется немного суховато, но я просто сейчас буду еще соус добавлять. В нем он достаточно жидкий. Вот. Так что будет все окей. Так. Теперь яйцо добавляем. Вот разбил яйцо сюда и все так тщательно, быстро перемешиваем. Быстро-быстро-быстро перемешиваем, чтобы не схватился белок, не получилось таких крупных кусков белка. Они не очень приятны. Я добавил одно яйцо, мне больше не хочется. Вот так как-то. Главное быстро перемешать, чтобы яйцо, белок яичный, не схватился в крупные куски, чтобы он был так помельче, понезаметней. Так, теперь дело за соусом. Пускай дотушивается. Здесь у меня в баночке насыпаны семечки подсолнечные и зубчики чеснока. Еще я добавлю смесь из молотого перца, черного горошком и молотого ваврового листа. Сейчас добавлю воды и размалю блендером. Соус чесночный. Из подсолнечных семечек, воды, молотого перца и лаврового листа готов. От него исходит очень приятный запах. Еще хочу порекомендовать такой соус к ковареному гороху и к чечевице. Ну, бывает еще и зеленая чечевица. Вообще, бобовые всякие вот эти культуры. Очень хорошо с чесноком сочетается. Либо сливочное масло, либо подсолнечное, либо вот такой соус. В общем, сейчас будет финальный аккорд. Я добавляю соус сюда. Чесночный, свой фирменный. Перемешиваю. Буквально минутку покипит. Минутку так покипит. И оставлю настаиваться. Вот такое получилось блюдо. Сейчас я его покажу лучше. Вот, что получилось. Картошка, капуста тушеная. С яйцом, морковкой, луком, чесноком, перцем, лавровым листом. Вот такое замечательное блюдо. Очень вкусно пахнет. Кстати, вот меня в одноклассниках Оле критиковала, заводчик собак, что слишком крупно резал я в прошлом рагу капусту. В этом рагу я помельче ее пошинковал. Такими длинненькими, узенькими полосочками. Но это дело не важно, в принципе. Крупнее, мельче. Вот, что получилось. Ну, а кто хочет, может вместо яйца там колбасы добавить или сыра, что хотите. Я ем вот так. Мне это очень нравится. Одно яйцо, так сказать. Мне его хватает. Можно, в принципе, и два яйца добавить. Но я сегодня одно захотел. Вот такое зимнее блюдо. Хотя уже март на дворе. Спасибо за просмотр. Подпишитесь на канал Дмитрий из Орла в Яндекс.Дзен, в Рутубе, в Ютубе, в Одноклассниках и ВКонтакте. Готовьте себе овощи. Они очень-очень полезны. Готовьте себе. Спасибо. В Компании. В Компании.